Привет, друзья! Вы сначала посмотрите, вот смотрите глаз какой, да? Вот посмотрите, мне говорили, там смотрели друзья, говорят, целая вселенная там, посмотрите. Глаза же в зеркало души, как говорится. Я к этому вернусь сейчас. Но я хочу сказать о другом. Ко мне мужа пришли, это лет 10-12 назад в Центре защиты от стрессов на Таганке, и аппарат такой принесли. И там стрелка так стоит. Кабинет, на нуле. Да, и они дали мне два электрода в руки. Держи, говорит, вот так. Он, говорит, определяет твое состояние. И в это время заходит сотрудница в кабинет. Я спиной чувствую, что она зашла. Я еще не видел. И в этот момент стрелка, жух. Я говорю, да, такая чувствительность. Они говорят, да, мы там приспособление какое-то сделали к обычному галману. Так вот, на этом нашем психоэмоциональном состоянии, которое отражается и на электрическом сопротивлении кожи, это, наверное, и в мозге у нас такой детектор. Говорят же глаза, зеркало души. Посмотрите, какие глаза. Там целая вселенная. Ну, до встречи, друзья. Мы потом еще об этом поговорим. А можно ли обмануть себя? Ну, есть люди, которые обманывают себя. Есть такое понятие вытеснения. В психоанализе есть такое понятие. Вытеснение, когда ты инстинктивно вытесняешь из сознания те неприятные моменты. Ну, ты обидел кого-то, совершил какой-то грех, как говорится. Но об этом не хочешь думать инстинктивно. Ну, ладно, мы еще об этом поговорим. Это очень важная тема. Мы ее раскроем. Продолжение следует...